Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то я вернулась из отпуска и готова записать для вас видео. Я прошу прощения за такой немножечко тихий грудной голос. Я по-прежнему болею и так не восстановилась ещё до конца. Ну что ж, давайте тогда поговорим. Сегодня хочу поговорить с вами о любимых вещах за последний месяц декабрь. Конечно, здесь будут ароматы, но не только. Просто хочу показать то, что меня радовало в этом месяце. Этот месяц получился достаточно занятой, не очень спокойный. Необходимо было завершить большое количество проектов на работе. В общем, какие-то, знаете, вот к концу года подчищать какие-то незавершённые дела. Это всё очень утомительно. Поэтому любые вещи, которые поднимают настроение, весьма кстати. Давайте, наверное, всё-таки начну с ароматов, потому что чаще всего говорим мы как раз именно про них. Поскольку мне не здоровилось практически весь этот месяц, мне не хотелось каких-то очень тяжёлых, обременительных ароматов, которые там как-то очень сложно сочинённо раскрываются. Поэтому я больше всего пользовалась именно тремя ароматами, которые сейчас покажу вам. Первый аромат – это тот, который я недавно приобрела. Sea Intense от Giorgio Armani. Очень мне он пришёлся в дугу в этот зимний период. Очень нравится его сладковатость, его вот эти тёплые, терпкие ноты. Они лично для меня очень успокаивающие, очень комфортные, но при этом яркие. То есть я их слышу, и мне нравится то, чем от меня пахнет. Очень приятный аромат, как я уже говорила, он такой... У него очень интересная амбра-мускусная база, очень красивые, мощные такие цветы. Очень приятный кондитерский ванильный аккорд. Суммарно мне всё в этом аромате очень нравится. Мейнстрим, безусловно, но он очень и очень достойный, на мой взгляд. Следующий это будет Tom Ford Toscan Leather. Тосканская кожа. Очень благородная, очень тонкое звучание замши. Приятный древесный аккорд. Такая вельветовая пудровость присутствует в этом аромате. Какая-то определённая сладость тоже в нём есть. Может быть слегка такая цветочно-ягодная. Очень хорошо этот аромат себя ведёт. Им можно спокойно пользоваться на работу. И знать, что ты будешь вполне себе благоухать уместно. Не очень раздражительно для окружающих. Очень я рада этому приобретению. И считаю его очень достойным и очень приятным кожаным ароматом. И последний. Сейчас нужно до него дотянуться, потому что я здесь сижу на кровати. Последний этот, очень модно ругать этот аромат, но я о нём говорила в своих осенних фаворитах. Это чёрный опиум. Вот эта кофейная такая ликёрность кондитерская, она меня, когда я болею, очень-очень радует. Не обременительно, не замысловато, но очень ярко, жизнерадостно и приятно. Плюс запах кофе меня всегда бодрит, поэтому этому аромату я говорю «да», несмотря на то, что очень многие о нём негативно отзываются. Вы можете видеть, что я достаточно приличное количество этого аромата использовала. Теперь хочу немножечко поговорить о декоративной косметике, которая меня выручала в этот месяц. Поскольку я, в общем-то, болела, мне не очень как-то хотелось наводить очень яркий макияж или марафет. Например, сегодня у меня нету макияжа, у меня только нанесено тонирующее увлажняющее средство и пудра. Больше ничего нету на лице. И я пользовалась вот таким средством от марки La Mer. Оно называется The Reparative Skin Tender SPF 30, то есть восстанавливающее тонирующее средство с SPF 30. Начнём с того, что оттенок очень светлый 0.1, идеально подходит моему оттенку кожи. Это огромная-огромная редкость. Во-вторых, это, знаете, текстура очень плотного, приятного геля, который хорошо разносится по коже, не окисляется, как я заметила. То есть он свой оттенок особо не меняет, остаётся светлым. Что касается, я не рассчитываю на фактор защиты здесь, я обычно пользуюсь дополнительным средством. Но допускаю, что в холодное время года вполне можно, наверное, обойтись этим средством. Оно очень-очень приятное, оно имеет достаточно приличную кровящую способность, чтобы нейтрализовать какие-то, может быть, покраснения, какие-то, может быть, пятнышки, веснушки, но какие-то глобальные проблемы, типа высыпаний, акне, шрамиков или рубцов, это средство, конечно, не возьмёт. Нужно чем-то более плотным пользоваться. А так очень и очень приятное дополнение к вашему уходу плюс оттенок. К тому же, ламер, это, как всегда, не только средство декоративной косметики, а здесь ещё есть уходовые компоненты, что всегда хорошо. И, конечно же, мы все знаем, что брови это сейчас номер один в макияже. У меня достаточно проблемные брови, они немножко неравномерные и, в общем-то, не такие широкие, как и хотелось. Хотя я, в общем-то, их и не выщипываю, но, тем не менее, хочется, чтобы они выглядели приятно и натурально. И мне очень понравился вот такой гель-фиксатор бровей. Он называется Brow This Way от марки Rimmel. То есть это бюджетное средство в светлом, вернее, не в светлом, а в прозрачном оттенке, потому что, судя по всему, наверное, есть цветные. Нет, у меня в прозрачном, я считаю, что оно очень хорошо фиксирует брови. У меня волоски бровей длинные, я никогда их не укорачиваю. Так вот это средство прекрасно их укладывает, фиксирует, и они не становятся слова. Они не становятся такими хрустяще засохшими, знаете, когда гель схватывается. Нет, они выглядят вполне себе натурально, только слегка влажно. Очень достойное средство, плюс, как мне кажется, оно не настолько сильно грязнится, как остальные средства. Наверное, это может быть связано с его там вязкостью или текстурой, но пока я довольна этим средством. Оно бюджетное, даже если внешний вид станет слишком загрязненный у этого флакона, вполне можно позволить себе приобрести новый, без огромного удара вашему бюджету. Ну, а теперь хочется поговорить немножечко об аксессуарах, об одежде, которая радовала в последнее время. Я вообще не очень люблю носить шапки, вы знаете, мне не идет это ничего. Мне кажется, что в различных модельных там шапках, шляпках я выгляжу достаточно комично. Мне это не очень нравится, и эмпирическим путем я для себя не выявила, что простая шапка с помпоном, как в детстве, мне подходит больше всего. Я купила несколько штук, и сейчас их вам покажу. Они какие-то такие, знаете, ноунеймовые, просто итальянского производства. Я думаю, такие много где продаются. Мне понравилась вот такая шерстяная с помпоном, у нее очень интересная вязка. Сейчас вот попробую даже, наверное, одеть одну. То есть, вот мне вот очень нравится, как такое смотрится. С помпончиком он достаточно забавно. Подобного рода, только бежевая, комбинированная, тоже очень классная. И мне понравилась еще вот такая вязка роминка. Но это, видите, она очень большая шапка, она должна вот свисать. Это то вот как, по-английски называется, бейми, такая шапочка, которая немножечко свисает. То есть, она какая-то вот такая вот, видите, она там немножечко так мешковатая становится. Очень мне нравятся такие шапки. И самое главное, что уши и голова в тепле. То, что зимой, безусловно, очень важно. Мне нравится сочетание цветов, очень приятное. Потом мне очень нравился вот этот свитер. Он, на мой взгляд, достаточно нарядный. Это американская марка Banana Republic. Насколько я знаю, она, во всяком случае, раньше продавалась в России. Как сейчас не знаю. Это очень приятный такой шерстяной свитер. Вот с такими нашитыми золотистыми металлическими бусинками. Мне кажется, что носить такой свитер, например, если у вас у сумки золотая фурнитура, или, например, у обуви замок золотой, или у ремня, то есть это будет достаточно хорошо вот так вот скоординированные оттенки. Ну и, конечно же, там, если у вас ювелирные украшения тоже золотые. В этом контексте она мне очень понравилась. То, что не банальный черный свитер, а вот с такими небольшими бусинками. Очень нравился. Еще раз, марка Banana Republic. И там, кстати, во время скидок можно найти очень и очень приятные вещи. Следующая вещь. Если вы являетесь поклонником минимализма в одежде, то я советую вообще обратить внимание на эту марку. Это американский дизайнер Элмут Лэнг, или по-русски его можно называть Эльмут Лэнг, или Гельмут Лэнг, без разницы. И так, и так, правильно. Мне давно хотелось приобрести себе кожаные штаны, но мне не хотелось ни леггинсы, мне не хотелось, чтобы полностью штаны были сделаны из кожи, потому что они вытягиваются, это не очень удобно в движении. И к тому же это похоже очень немножко, знаете, там, Ночные Волки, или там какие-то там Харли Дэвидсон тусовка. Это немножко не моя история, не про меня. Мне хотелось просто, вот, знаете, универсальный, скажем так, практичный вариант, чтобы это выглядело красиво. Я приобрела себе комбинированные брюки. Они сделаны как джинсы. Вот эта передняя панель, это кожа. Вот тут можно увидеть, она все очень качественно сделана. А задняя панель, это простые черные джинсы. И это очень-очень удобно, именно как раз, что сзади сделано джинсами. Это можно садиться удобно, ноги сгибаются нормально, потому что кожа, она же достаточно дубовая, когда из нее делают брюки. В этом контексте это очень стильный предмет гардероба, и очень мне нравится. И вполне себе удобно носить, и будете похожи на каких-то там байкеров, например. В общем, очень я довольна этой покупкой, и я очень рада, что мне удалось приобрести на очень большой скидке, потому что Эльмут Лэнг, в общем-то, марка не дешевая. Но одна из моих самых любимых, потому что минимализм это их фишка, скажем так. В общем, привет из 90-х, Эльмут Лэнг. Дальше покажу вам еще две вещи. Может быть, кто-то уже видел в моем инстаграме мои замечательные кроссовки от Майкла Корса. Очень люблю этого дизайнера. И мне очень понравились вот такие забавные, блестящие кроссовки. Понятное дело, что они не для спорта. Это больше ходить просто, чтобы было удобно. И мне показалось, что это достаточно забавный такой девчачий дизайн с блестками. И мне понравились вот такие вот металлические акценты. Здесь и черный, и серый, и какой-то такой металлический... Я даже не знаю, как этот оттенок. Он называется по-английски pewter. То есть... Как же этот металл называется? Я забыла, как он называется. В общем, такой слегка золотисто-сиреневый металлический отблеск. Очень классные кроссовочки. Очень они мне понравились. У них достаточно кондовая подошва. Это нужно иметь в виду. Поэтому, конечно, спортом в них заниматься нельзя. А для прогулок они очень-очень симпатичные. И последнюю вещь, о которой хочется рассказать. Это моя новая сумка. Я к ней достаточно давно приглядывалась. Дело в том, что я, живя в Америке, предпочитаю по возможности поддерживать американских дизайнеров. И мне, конечно, тоже нравится поддерживать особенно молодых дизайнеров. Мне кажется, это всегда интересно поддержать какие-то новые креативные начала. И вот Мансур Гавриэль, это, насколько я знаю, американская марка, которая недавно выиграла какую-то награду. Я не помню, то ли это дизайнер года или прорыв года, что-то такое. За их линию обуви и аксессуаров. В основном сумок. И вот эта, конечно, сумка, она стала уже культовой достаточно быстро. Особенно, когда появилась мода на вот эти bucket bag, да, такие вот сумочки, корзиночки. И, собственно говоря, это вот одна из таких сумок. Она у меня в размере большом. Вот здесь вот можно увидеть. У меня именно... Она полностью забита там. У меня именно с красной базой внутри. В общем, очень стильная, очень красивая сумка. Тоже в минималистическом стиле. На мой взгляд, одна из самых лучших интерпретаций сумки bucket. И если говорить о дизайнерских сумках, то это далеко не самая дорогая, которую можно приобрести. Плюс у них, конечно, не обязательно вам такую большую. Если она не нужна вам большая. Я просто люблю с собой таскать очень много чего. Но если вам это не нужно, то у них есть размеры поменьше, ощутимо. И разных цветов тоже. Мне захотелось именно черную матовую. Я очень-очень довольна этой сумкой. Я считаю, что она очень красивая. И, конечно, вот эта вот завязочка тоже добавляет свое очарование в виде бантика. Очень мне понравилось. Ну что ж, это были мои фавориты за последнее время, за декабрь. Напишите, что нравилось вам. Какие аксессуары, или, может быть, какие-то предметы гардероба из косметики или из парфюмерии. В общем, напишите все, что вам нравилось. Где вы были, что вы делали, или, может быть, вы что-то купили, какое-то воспоминание. Все, что угодно. Давайте делиться предновогодним позитивом. Всем большое спасибо за просмотр. И до встречи на моем канале. Я думаю, что я следующее видео запишу про пустые баночки. Там будет и про парфюм, и про косметику. Потому что не хочется все это нести в следующий год. Так что с нетерпением жду, когда запишу это видео. И всем пока, и до новых встреч.